Добрый день, мои дорогие друзья, зрители и, конечно, подписчики. Сегодня я хочу приготовить, как я в одном блоге обещала, приготовлю армянское вкусное блюдо, которое называется бороки. Готовить я буду с говяжьего куриного фарша. Что для этого нам понадобится? Конечно, нам понадобится приготовить тесто. Друзья мои, сейчас я покажу, какое тесто нам нужно будет для этого и остальное все по ходу, конечно, буду вам показывать. Сейчас у меня на столе мука, где-то, наверное, 600 грамм, 2 яйца и соль. Это нужно замесить нам быстренько тесто. Я сейчас добавлю, почему я это показываю, это как и пельменное тесто, для того, чтобы вы знали, что входит в наше тесто. Значит, быстренько разбиваю 2 яйца, делаю немножко углубления, конечно, вот так вот, лопаточкой. Разбиваем 2 яйца и добавляю ложку соли. Вот так вот. И, конечно, сразу чуть-чуть добавлю комнатной температуры водичку. Водичку будем добавлять и смотреть, какое тесто получится у нас потихоньку. Сейчас все буду показывать. И вот так вот замешиваем тесто. Сейчас лишнее уберу. И, конечно, тесто все пельменное знают. Я просто показала, чтобы вы знали, что я сама ставлю это тесто. И вернусь к вам, когда уже замешу. Вот такое тесто у нас должно получиться. Вот видите, но я еще буду вымешивать. Что хотела, прежде чем вот это буду готовить сейчас, да, тесто заниматься, я хотела поздравить всех женщин с наступающим весенним международным женским днем 8 марта. Это действительно праздник женщин. И, конечно, я сегодня в прямом эфире на Ютубе буду встречаться, мои хорошие, с вами. И всех жду. Я немножко спутала число. Да, сказала пятое, а сегодня шестое. 6.18.00. Всех вас жду, мои хорошие. Конечно, будете задавать вопросы. Будем общаться по вашим комментариям. И все остальное. Так что, где-то, вот смотрите, хотела сказать, у меня вся водичка ушла. 200 миллилитров воды у меня здесь, да. И хорошо замешиваем. Ну, оно должно быть, как я и говорила, переменное тесто. Вот такое вот. Не сильно тупое, но вот такое вот. Сейчас еще где-то 3 минутки я буду вымешивать. И оставляем на полчаса отдыхать наше тесто. И вернемся к фаршу. Пока тесто отдыхает, займемся фаршем. Как я и говорила, что у меня здесь, наверное, даже больше килограмма, да. Я не взвешивала ничего. Просто добавила на глаз, да. Здесь у меня и куриный, и говяжий фарш. Чтобы мягче был фарш у нас. Дальше, что я буду добавлять в наш фарш. Здесь у меня, вот видите, я уже натерла лук и чесночок. Один зубик чеснока. Зелень. У меня кинза, укропчик и лучок зеленый. Тоже нарезала мелко. Можете через блендер, как вы любите. Вот. И специи, конечно, соль, перец красный, перец черный, душистый. Все идет в наш фарш. А там вы уже какие хотите специи можете добавлять. Я надела одну перчатку, потому что буду работать одной рукой. Вот. Вначале добавляю лучок с чесночком. Также отправляем сюда зелень. Убираем в сторону, не нужно. Дальше. Солю по вкусу. Солите тоже по вкусу. Я сильно много сразу не добавляю, потому что не знаю как, чтобы не пересолить, не переборщить, как говорится. Лучше не досоленое, чем соленое. Вот у меня сладкий перец. Также душистый перец. Вот так вот. Ну, чуть-чуть сделаем, потому что дети будут кушать. И все. Больше я ничего пока не добавляю. И водичку. И опять-таки водичку смотрите на глаз. И хорошо вымешиваем наш фарш. Конечно, тоже дадим постоять. Немножко. Будем готовить. Ну что, фарш уже тоже наш готов. Вы не представляете. Когда я вот уже отправила зелень, да, вот эти специи. Боже мой, такой запах. Ну, вы сами знаете, да. И фарш вот такой вот получается. Не сильно жидкий, нормальный. Он зато будет сочный у нас. Вот. Чем больше лука, чуть-чуть водички. Вот взбивать. Вот кто-то мне написал, взбивать нужно фарш, чтобы он мягче был. Я не взбиваю. Он у меня и так сочно и вкусный. Тоже дадим постоять. Где-то минут 15. Вот так вот накрываем пакетиком. И убираем в сторону. Но что, мои хорошие женщины. Пока есть время, да, мы ждем. Я бы еще раз хотела всех женщин с наступающим поздравить, да. И знаете, я бы обратиться хотела бы. Конечно, я сегодня еще поздравлю, да, вас вечером. Хотела обратиться мужчинам, да. Сейчас, наверное, все мужчины готовятся, подготавливаются, да. Делать своим любимым женщинам подарки. Сестрам, мамам делать подарки, да. Свекрови делать. Тещам делать подарки. Ошиблась свекрови, сказал, да. Это невесты делают подарки. Что бы я хотела сказать, друзья мои, да. Именно мужчины. Делайте почаще. Не обязательно это, чтобы было 8 марта. Ведь для женщины нужно всего чуть-чуть, капельку. И старайтесь постоянно делать комплименты. Дарить тепло. Ведь эта хрупкая женщина, она мать ваших детей. И все, вот это лежит на плечах этой женщины. И, дорогие мужчины, почаще, еще раз хочу сказать, делайте комплименты, дарите тепло, дарите цветы. Любите своих женщин. А самое главное, берегите их. Вот и тесто отдохнуло. И мы хотим быстренько уже готовить вместе с вами, да. Вот, посмотрите, тесто. Что я делаю? Делим на две части. Вот так вот. Я, конечно, буду потихоньку, ну как, показывать вам. И быстренько, чтобы не занимать ваше время, как и что нам нужно сделать, да, с тестом. Вот так вот посыпаем на рабочую поверхность муку. И вот так вот рукой. Видите, как она мягенькая. Хорошо, вот так вот руками раскрываем тесто наше. И начинаем катать. И нам нужно сделать круг. И чтобы уже потом я покажу, что буду дальше делать. Сейчас я быстренько кругу сделаю и вернусь к вам. Ну что, мои хорошие, посмотрите, вот такой класс тесто я раскатала. Что мы делаем дальше? Сейчас я беру нож. Вот так вот. И начинаю делать, нарезать на квадратики. Вот так вот. Нарезаем квадратики. Вначале полосочку, да, в длину нарезаем. Вот так вот. Это вот с одного у меня колобка получилось. И дальше так же нарезаем. Вот так. Вот так. И начинаем нарезать вот с этой стороны. Вот такие квадратики я нарезала вдоль и поперек, да, и вот получились вот такие вот у нас квадратики. А что мы будем делать, да, ну, где-то три на четыре. Вот так вот. А сейчас, конечно, это нужно мне сейчас убрать, и я буду уже показывать, что мы дальше делаем. Ну что, мои хорошие, начнем уже готовить, да? Ну, прежде чем я буду показывать, что мы будем делать с тестом и фаршем, мне нужно вот такой противень. Вот, посмотрите, стеклянный. Любой подойдет, какой у вас есть. Я наливаю растительное масло, кто-то может оливковое масло, и хорошенечко вот так вот растираем, так как мы будем отправлять в духовой шкаф. Вот так вот, и убираем в сторону. Так, что мы делаем? Сейчас я хочу показать, что я буду делать. Берем вот этот наш пласт, берем фаршик и кладем его посередине. Вот так вот. Нужно еще добавить. Вот так вот хватит, достаточно. И берем вот так вот, я думаю, видно, да? С этого края и с этого края. И делаем, защипляем, чтобы у нас получилась лодочка. Сейчас я вот так вот покажу, как у меня должно получиться. Кто-то водичкой смазывает, и фарш у нас, середина должна быть открытая. Вот такая лодочка получается. И отправляем, хорошо, прям хорошенечко вот так закрепляете, и отправляем противень. Сейчас еще одну покажу, может быть, приближу даже к камеру, чтобы вам видно было. Вот так вот. Ну, я думаю, что видно. Вот так. И опять-таки берем с боков и делаем, защипляем бока, вот так вот, и с этой стороны. Паша мало добавила, еще надо добавить чуть-чуть, вот так вот сверху. И отправляем противень. И так же делаем со всеми. Вот такие у нас получились бураки. Видите, какие красивые лодочки. Я сейчас приблизила камеру, и хочу еще одну показать вблизи, чтобы видно было. У меня еще осталось тесто. Видите, еще целый кусок теста. Вот я же вам показывала. И фаршик, конечно, я сейчас быстренько вам приготовлю, покажу, как у нас получается. А потом остальное уже сами будем лепить. Что мы делаем? Берем фаршик. Еще раз покажу, что видно было. Вот так кладем фарш. Я вообще люблю, когда много фарша. Дальше чуть-чуть ручки обмакаем. Вот так вот. Крепим с этой стороны и с другой. И делаем вот такую лодочку. Мясо у нас должно видно быть. Вот получается вот такая лодочка у нас. Ну что, готовые наши бураки, которые только что я вам показывала. Что я делаю? Вот у меня здесь растительное масло. Я чуть-чуть вот так вот смазываю сверху. Потому что мы будем готовить сейчас в духовке. Отправляем в духовку. До золотистой корочки. А потом, конечно, дальше буду показывать, что мы будем еще делать. Вот так вот чуть-чуть обмазываем. Чтобы тесто не подгорело ничего. И все. И отправляю в духовку. Смотрите, хочу показать, как они уже, видите, становятся золотистые. Сейчас минутки еще пять-шесть. И я уже буду доставать. Ну что, прошло 15-20 минут. Я достаю. Посмотрите, какие они получаются. И теперь, что я делаю. Что я дальше делаю. Сейчас я приближу камеру, чтобы вам видно было. Вот так вот. Все-все-все. И сюда отправляю водичку. Вот так вот по бокам наливаем водичку. И потом опять, уже до готовности, отправляем в духовку. Вот так вот. Все, отправляю в духовку. И потом обязательно покажу, какие они должны получиться. А теперь они уже почти готовы. Сейчас будем уже вынимать. Вот и готово наше блюдо Бораки. Что мы делаем? Уже достаем. Ой, а запахи вы не представляете, мои хорошие. Посмотрите, как у нас получается. Это такое вкусное блюдо. Сейчас я быстренько, все, аккуратненько украшу наше блюдо. И покажу вам. Конечно же, попробую, как они на вкус получились. Вот сейчас камеру приблизила. Посмотрите, хотела показать, да, какие они получаются. Правда, они горяченькие, чтобы вы видели. Видите, какие получаются целенькие все. И сейчас, конечно, быстренько вот так вот укурасим блюдо наше. Ну что, мои хорошие. Вот и настал тот момент. Приготовила вот такое блюдо армянское, которое называется Бораки. Вот, посмотрите. И успела даже украсить. Вот, что я хотела, прежде чем попробую, хотела бы пожелать вам приятного аппетита. Бари Ахоржак и Мхаель. И, конечно же, попробовать. Тут у меня, посмотрите, приправу я сделала, какую вкусную. Мацони, чесночок посолила, поперчила и зелени добавила. А тут у меня аджичка. Конечно, нужно именно вот с этим попробовать. Ну что, давайте примемся, посмотрите, хочу, а вилочка нам не нужна. Добавляю именно в мясо, вовнутрь вот так вот поливаю мацони. И тут же поливаю чуть-чуть аджичкой. И посмотрите, какое аппетитное, ароматное получилось у нас блюдо. И пробую. Прямо руками, друзья. Даже сок течет. Хочу попробовать, чтобы вы тоже быстро приготовили. Действительно супер получилось. Очень вкусно. Обязательно напишите в комментариях, понравилось ли мое блюдо, которое я приготовила. И, знаете, это блюдо готовится действительно быстро. Вот, видите, раз-два, и я все приготовила уже. Так что готовьте. Это действительно вкусно. Радуйте своих близких. А тем более накануне 8 марта. Будьте все, мои хорошие, счастливы. Будьте все здоровы. Самое главное, не болейте. И всего хорошего. Если видео, конечно, вам понравилось, поставьте лайк. И подписывайтесь на канал в гостях у Луны. Пока-пока. Пока-пока.